И к другим темам. 400 бойцов и 26 единиц техники в Красноярске впервые в истории города провели парад в честь столетия советской милиции. Сегодня на площади революции собрались силовики, которые в советские годы входили в состав органов внутренних дел. Что спецслужбы показали красноярцам в сюжете Максима Лебедева? Равнение на! Знамя! Нога! Граем! Автомобили ГАЗ-21 «Москвич» и знаменитая «Копейка» в желто-синей расцветке на этих автомобилях в 20 веке несли службу милиционеры. Вслед за ними выезжает современная техника. Торжественный парад, посвященный столетию советской милиции, в Красноярске проводят впервые. В честь этого события полицейские, одетые в форму 70-х годов, пронесли знамя УВД Красноярского края. Оно впервые за 20 лет покинуло спецхранилище. Особые места на празднике у ветеранов УВД. Иннокентий Жмаков прослужил в органах 28 лет. Говорит, главное в этом параде показать, что добрые традиции советской милиции передаются следующим поколениям. Традиции это сам погибай, но выручай другого, пострадавшего и так далее. И самое главное, соблюдение законности, уважение прав человека. Строевым шагом по площади прошли бойцы силовых структур, которые раньше были в составе милиции. Это полицейские, дорожные инспекторы, сотрудники ВСИН, Росгвардии и МЧС. Вслед за ними пополнение курсанты Сибирского юридического института МВД России. Парад принимал главный полицейский края Александр Речицкий. Когда в едином строю проходят все службы, которые задействуются при чрезвычайных ситуациях, при обеспечении охраны общественного порядка, слаженно отрабатывая те элементы торжественного марша, конечно, мы так и будем работать и вместе в дальнейшем. В годы Великой Отечественной войны 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел ушли на фронт. Не вернулся каждый третий. Четверо бойцов стали героями Советского Союза. Накануне полицейские почтили память коллег, возложив в Венгексте нам часовни святого Дмитрия Солумского. На площади возле БКЗ красноярцам показали самые интересные образцы техники спецслужб. К примеру, этот снегоболотоход, федеральная служба исполнения наказаний, незаменим в труднодоступной местности. Хороший паспорт. Я уже на ней сколько не сидел? Лет, наверное, 20 с лишним. В самой филармонии сотрудникам Краевого и Красноярского МВД устроили праздничный концерт. Парад поздравил правоохранителей Александр Рус. Мы все красноярцы желаем вам успехов, потому что ваши успехи – это наше спокойствие. Посмотреть на технику и торжественный парад пришли сотни красноярцев. Организаторы этого масштабного празднования надеются, что полицейский парад станет новой традицией Краевого центра. Максим Лебедев, Павел Иваницкий, 7 канал.